Это программа Оперативная съемка. Здравствуйте! И сразу главным новостям. Заплутавшего тигра поймали в пригороде Владивостока. В скандальном деле об избиении репортера программы «Честный детектив» появились новые детали. В Владивостоке неизвестный угостил ребенка конфетой с наркотиками. А также уроженец Афганистана предстанет перед судом по подозрению в обмане приморцев. Об этих и других новостях далее в дайджесте. 17 октября. Сотрудники полиции задержали мошенника. Уроженец Афганистана предстанет перед судом во Владивостоке по подозрению в обмане местных жителей. По версии следствия, мужчина зарегистрировал фирму по переоборудованию машин с правого руля на левой. Однако вместо обещанных услуг подозреваемый похищал деньги и машины своих клиентов. Получив от четырех жителей Приморья свыше двух с половиной миллионов рублей, мужчина исчез. Как позже стало известно, он скрывался за границей. 18 октября. Во Владивостоке неизвестный угостил ребенка конфетой с наркотиками. Этот новостной заголовок сполошил жителей города. Особенно тех, кто является родителем. По предварительной информации, инцидент с отравлением ребенка произошел 16 октября на улице Светлой в пригороде Владивостока. Когда мальчик гулял, к нему подошел неизвестный мужчина и угостил его конфетой, после чего скрылся. Когда школьник съел угощение, он почувствовал себя очень плохо и потерял сознание. 12-летнего мальчика с сильным отравлением отвезли в клиническую больницу номер 2. Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает. 19 октября. Во Фрунзенском районном суде продолжили рассмотрение скандального дела об избиении репортера программы «Честный детектив» Павла Брыкина. Уже прошло несколько заседаний и стали известны некоторые детали. Для их уточнения в зал суда были вызваны четыре свидетеля. Двое из них – сотрудники УФСБ по Приморскому краю, а также заместитель генерального директора по безопасности, общество с ограниченной ответственностью «Восток Цемент» и водитель, который 7 июня подвозил Андрея Пушкарева на допрос к зданию УФСБ. Всем было задано немало вопросов, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Если бы он был избит, как он подробно это описывал, с падением, с нанесением ударов руками, ногами, по голове, по различным частям тела, все бы это отразилось и на видеозаписи, и, соответственно, было бы известно из показаний свидетелей. Следующее заседание назначено на 26 октября. В этот день планируют допросить журналиста Павла Брыкина. Будет ли он присутствовать лично или выйдет на связь онлайн, пока неизвестно. 18 октября. В Артеме осужден 24-летний мужчина за разбойные нападения на пенсионерку. В ходе следствия установлено, неизвестный обманным путем проник в квартиру 77-летней женщины и, угрожая убийством, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала имевшуюся в доме наличность. Нападавший скрылся, а женщина обратилась за помощью в полицию. Признав подсудимого виновным, Артемовский городской суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 19 октября. Произошла очередная дорожная разборка. Случилось все неподалеку от третьей рабочей на светофоре по направлению с улицы Котельникова. Там подрались водители двух иномарок. Обе машины стояли в левом ряду. Судя по всему, водителю креста не понравилось то, что малолитражка перед ним не хочет перестраиваться в свободный праворяд и пропускать его. Вместо того, чтобы немножко подождать, мужчина выбрался из седана и явно с целью проучить направился к IQ. Водитель второй машины также вышел на дорогу. Завязалась драка. Серьезно досталось зачинщику. Буквально за считанные мгновения оппонент свалил его на землю, после чего уехал в Освояси. 20 октября. Стартовало мероприятие «Тайный пассажир», целью которого является мониторинг качества пассажирских перевозок. До конца месяца инспекторы ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил дорожного движения, а также техническое состояние их транспорта. Выявлять нарушителей будут специалисты, переодевшись в гражданское, а в это время их коллеги на машине будут ехать следом за автобусом, фиксируя нарушения на видеокамеру. 20 октября. В разных районах города перевернулись два красных автомобиля. Первая авария случилась на Океанском проспекте. Там перевернулся Ниссан Икстрейл. А спустя пару часов на катерной при столкновении двух авто одна из машин тоже легла на крышу. В обоих случаях водители не справились с управлением. Тем не менее, никто не пострадал. Тигра, стой, не ходи никуда. Не ходи, не ходи, мы тебя снимем. 21 октября. Тигра поймали в пригороде Владивостока. Зверя обнаружили в районе Шаморы, после чего обездвижили и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка Надеждинского района. Сейчас тигр находится в большом вольере без доступа для людей. Чаще всего диких кошек отправляют из центра реабилитации Амурский тигр обратно в дикую природу. Но пока прогнозов конкретно по этому животному специалисты дать не могут. В редакцию 8 канала обратилась жена бывшего моряка. Она рассказала, что пять лет назад жизнь ее крепкого здоровья мужа разделилась на до и после. Пытаясь потушить пожар на судне, мужчина не догадывался, что вместе с пламенем прощается со своим здоровьем. И уж тем более не ожидал, что за служебный подвиг, кроме инвалидности, больше ничего не получит. На берегу его ждали лишь бесконечные медэкспертизы и суды. И я к вам обращаюсь за помощью обнародовать беззаконие, беспредел со стороны Приморского центра профпатологии по отношению к моему мужу Иеровской Юрию Леонидовичу. Подробнее о непростой истории борьбы за справедливость и выживание – далее в сюжете. Юрий – механик, наладчик со стажем. Востребованным специалистом был до 6 июля 2011 года, пока в открытом море не случилось ЧП. На судне «Эль Грека» на Ходкинской базе активного рыболовства произошел пожар. Мужчина вместе с коллегами ликвидировал возгорание. Я чувствовал дым, а это говорит о негерметичности маски. Также маска при выдохе запотевала. Это также говорит о негерметичности. Это может подтвердить любой специалист по пожарному делу. Уже на берегу Юрий узнал, что получил тяжелое отравление. Его госпитализировали в Приморскую краевую больницу номер один. Там мужчину обследовали, провели лекарственную терапию. После выписали с диагнозом хронический токсический альвеолит. Однако ремиссия длилась недолго. Заболевание прогрессировало. По статистике, средний процент выживаемости при этом диагнозе 3-4 года. Но Юрий продолжает бороться. У меня тяжелое состояние. Мне срочно нужна госпитализация, срочно необходимая чистка крови. Так как при моем заболевании она просто густеет и останавливает работу сердца. Вот этим характерно мое заболевание. У меня просто средств нет. Буду тянуть, сколько смогу. По словам Юрия, до пожара у него был крепкий здоровый организм. А после – инвалидность. Чтобы получить компенсацию за утраченное здоровье, мужчина обратился в Краевой центр профпатологии. Почти 4 месяца шло лечебное расследование. Несмотря на то, что в 2012 году доказано, повторяя судебно-медицинской экспертизы, сохранялись основные симптомы заболевания, центр профпатологии расценил состояние моего мужа как полное излечение. В итоге Юрий Юровский на руки получил медицинское заключение. Годен по специальности механик-наладчик. Вернуться в профессию мужчина хотел, однако врачи констатировали – выйдешь в рейс – домой живой не вернешься. Ведь каждые три месяца необходима чистка крови, которую в полевых условиях никто не выполнит. То есть бывший моряк остался без заработка и без жизненно необходимого лечения. И все-таки инстинкт самосохранения взял верх. Юрий хотел уйти в неоплачиваемый резерв на год, чтобы поправить здоровье. Но руководство компании «Бамар» в лице Олега Михайловича Даркина на встречу своему сотруднику не пошло, а лишь поставило условия. Либо ты принимаешь судно и уходишь в море, либо мы тебя увольняем по статье. От нас ты ничего не докажешь, ничего не добьешься и не получишь. В итоге в 2012 году меня уволили по статье за прогул. Это то, чем отплатила компанию Юрию за спасение судна. Ведь даже больничный лист Юровскому оплатили только лишь по решению суда через два года. Между тем, состояние Юрия продолжает ухудшаться. А Краевой центр профпатологии на учет по профзаболеванию его не ставит. Аргумент – заболевание общее. С этой трактовкой диагноза не соглашается Федеральное медико-биологическое агентство под руководством главного специалиста-профпатолога Бушманова. Того же мнения и Первомайский районный суд, который 5 ноября 2015 года обязал Приморский краевой центр профессиональной патологии на базе госпиталя для ветеранов войн признать имеющееся у Юрия Юровского заболевание экзогенный токсический альвеолит профессиональным. Какие у них доводы? Что они исполнили решение суда. Что установлено и признано профессиональное заболевание. Причем указывают, что признано и установлено на основании решения суда. То есть указывают основания, по которым они признают. А факт признания как таковой отсутствует. Нет документов у нас, не можем мы идти дальше. И, к сожалению, та медицинская организация, которая, в принципе, призвана у нас сохранять здоровье человека, она на сегодняшний момент препятствует в нормальном получении метабеспечения, производит всевозможные действия для того, чтобы человек должным образом не лечился и не получал всевозможные реабилитационные процедуры. Пока каждая сторона притворяет в жизнь принцип басни «Лебедь, рак и щука», в которой каждый придерживается своей позиции, здоровье Юрия Юровского крепче не становится. Да и средств на лечение нет. В свою очередь, начальник госпиталя для ветеранов войн, руководитель Приморского краевого центра профпатологии, а также их адвокат, уверяют, что действует исключительно в рамках закона. И вообще, в судебном решении числится ненадлежащий ответчик. Проще говоря, претензии Юрий предъявляет не по адресу. Мы против Юровского ничего не имеем. Но есть законодательная база, которой мы не можем никак перепрыгнуть. Потому что для нас это чревато последствиями, очень серьезными. Значит, и мы отправились сегодня, и Александр правильно говорит, мы могли бы вообще, в принципе, но нет такого юридического лица, с которого этого требуют. Его просто не существует вообще. А почему его используют тогда? Потому что решение суда это установлено. Ну и это откуда мы знаем? Это мы тоже не знаем. В том, что, сами понимаете, везде люди, везде, скажем так, допускаются ошибки. Ну вот было при вынесении решения, скажем, допущена такая ошибка. Вернее, сначала ошибка была допущена при обращении в суд, в сысковом заявлении. Но, соответственно, суд не вправе выходить за рамки того, с чем обратился лицо. То есть, если лицо указало, ответчика неверно, и в дальнейшем настаивало, не уточняло данное обстоятельство, то, соответственно, решение принимается в отношении тех требований, с которыми обратился истец. Ну вот, Юровский почему-то посчитал, что тычком у нас является данная организация. Ну вот сегодня я еще раз хочу просто подвести такой промежуточный итог, потому что суды, я думаю, еще, наверное, будут долго, я так понимаю. Ну, сегодня, в общем-то, суд установил ему диагноз. Он поставил диагноз, он поставил заболевание, и потом, после точки, он указал, что это конкретное заболевание профессионально. Это, вот, выдержка в суде. Значит, после этого, ну, все документы отправлены по последнему месту работы во временных условиях, как по законодательству. Значит, что дальше, я не знаю. Вот я не знаю просто, что дальше будет. На аргумент о ненадлежащем ответчике судебные приставы, несмотря ни на что, ссылаются на решение Первомайского районного суда и требуют признать заболевание Юрия Юровского профессиональным. Дело все в том, что судебный пристав исполнитель, не может давать оценку принятого судебного решения. В данном документе написано обязать Приморский краевой центр профессиональной патологии провести действие. Если какая-либо сторона с чем-то не согласна, она идет в суд и в судебном порядке, в установленной законном порядке обжалует те действия, те документы, которые их не устраивают. Поэтому в настоящий момент мы руководствуемся тем решением, которое принял суд. Для нас главное не столько привлечение к уголовной ответственности, а сколько исполнить решение суда. Потому что мы не можем получить статуса профессионального больного и как следствие мы не можем получить адекватного лечения, госпитализации, реабилитации и всего-всего-всего того, что есть. Пока длится спор, уходит время. А оно в случае бывшего механика судна «Эль-Грека» равно жизни. Я не могу сейчас думать даже о том, что будет через год, через два. Если я каждую ночь просыпаюсь, и когда у него остановка идет дыхание, я его бужу. Вы понимаете, как это страшно? Будущего нет. Вы будете до последнего вбившись, я так понимаю? У меня больше выхода нет, понимаете? Потому что если я не добьюсь этого, я не смогу продлить его жизнь. У меня не хватит ни средств, ни возможности продлить его жизнь. А я хочу, чтобы мой муж жил. Все. Я из тех, кто не сдается. А если помирает, то помирает стоя. Я докажу свою правоту и добьюсь. Я не намерен останавливаться. Люди, совершившиеся, сделавшие, которые довели мое состояние до этого, до того, что у меня сейчас со мной творится, должны ответить. Бывалые моряки утверждают, океан только с берега красивый и спокойный. В действительности, это суровая стихия, которая не терпит слабых. Так и наш герой Юрий Яровский, покорявший моря 19 лет, даже в кошмарном сне не мог представить, что не сможет справиться с сухопутной бюрократией, цена которой – жизнь. На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok